МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире аналитическая программа неделя города о главных новостях пятницы. И уходящей недели расскажут мои коллеги и я, Галина Кудряшова. Пострадал при реконструкции. Рязанцы недовольны ремонтом в парке Гагарина. Служу России. 165 человек отправляются в армию в рамках осеннего призыва. Молодые и инициативные рязанские школьники вошли в топ-10 всероссийской программы ученическое самоуправление. Парк имени Гагарина пострадал при реконструкции. Вместо обещанных асфальтовых дорожек здесь строительная крошка. Местные жители негодуют, негативные комментарии они оставляют в социальных сетях. В их правдивости убедился Валерий Седов. Парк Гагарина место на самом деле особенное. Где еще в городе можно оставить прямо на асфальте свой автограф или признаться кому-то в любви. И подобная ситуация встречается практически на всех пешеходных дорожках. Точнее на тех, которые отремонтировали. Остальные либо находятся в разрухе, либо на них лежит хороший асфальт. Пройтись по отремонтированным дорожкам практически невозможно. Нога то и дело проваливается в строительную крошку. Грязь остается на обуви, на колесах детских колясок и велосипедов. Судя по фотографиям, которые местные жители выложили в социальные сети, строительную крошку просто разровняли и оставили. Но это не единственная проблема парка имени Гагарина. Люди жалуются и на недостаточное освещение, и на малое количество лавочек. Напомним, благоустройство в парке проходило в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Согласно ему, предлагалось обустройство велодорожки, которая зимой будет использоваться как лыжная трасса. Здесь планировали также установить дополнительное освещение, беседку для игр в шахматы и геокупол для тихого отдыха. Также запланировано восстановление летнего театра, установка новых лавочек и арт-объектов. Стоимость проекта – 11 миллионов рублей. Теперь изменения можно оценить вживую. И мнение жителей по поводу реставрации в парке разделилось. Я бы не сказала нравится-не нравится, но просто этих изменений-то особо незаметно. Вот они дорожки, ну что, их залили этим бетоном или чем-то непонятно. Сейчас дожди, снег, это все вымоется, все. Асфальт так и не положили. С освещением тоже тут пока все непонятно. Поэтому я бы сказала, что о каких-то изменениях говорить-то еще рано. Пройдите по парке, снимайте асфальт. Полдороги сделаны, дальше нет. Полдороги сделаны, дальше нет. Нельзя вот одну, просто вот одну до конца доделать. Мы думаем, что еще не закончено благоустройство. И мы бы, конечно, хотели видеть получше. Но что было, стало намного лучше. Да. И тот приз, который выиграл Парк Гагарина, я думаю, он идет на пользу всем горожанам и нам тоже. Неизвестно, закончены ли ремонтные работы в парке имени Гагарина. И изменится ли ситуация с пешеходными дорожками. Рабочие на этот вопрос не ответили. Сказали, что просто не знают. Однако рассказали о других строительных работах, которые ведутся недалеко от центра парка. Тот производитель сейчас идет заливка бетона. Восстанавливается зеленый театр в парке имени Гагарина. Впоследствии, после заливки будут устанавливаться лавочки. Ну, то есть для удобства проведения мероприятий каких. Игорь Гаврюхин назвал и окончательный срок работ к ноябрьским праздникам. А вот вопрос, появятся ли еще такие площадки в парке, мужчина также оставил без ответа. Он контролирует работы только на своем участке. С другой стороны, проведение строительных работ дает надежду на то, что в скором времени ситуация и с пешеходными дорожками может измениться к лучшему. Возможно, некоторое время спустя на территории парка начнут гореть фонари, освещая все вокруг. А по зоне отдыха перестанут бегать одинокие собаки, которые резвятся так близко от детских площадок. А пока остается напомнить, что активисты Рязанского отделения Общероссийского народного фронта дважды приезжали посмотреть за ходом благоустройства парка. Их возмутили работы, которые не выполняются в срок. В регионе продолжается осенняя призывная кампания. Она стартовала 1 октября и продлится до 31 декабря. Служить родине отправятся 165 человек. Это жители Московского и Железнодорожного районов. С призывниками пообщалась Мария Рудая. Без пяти минут эти ребята – солдаты российской армии. Пока они одеты в гражданку и волнение, казалось бы, ничего не выдает. На лицах бывших мальчишек уверенные улыбки. За плечами призывная и медицинская комиссии, по результатам которых и было решено, в какие войска пойдут служить бывшие школьники. Ракетные, сухопутные, десантные или морской флот. Призыв осуществляется сейчас в основном в западный военный округ. То есть это города, которые находятся в западном военном округе. В частности, это Санкт-Петербург, Москва, Ковров, Владимир, Нижний Новгород. Ну, кто-то и в Рязань попадет. Светлана Ермакова уверяет, сейчас молодежь идет служить в армию охотно. К примеру, в 2011 году было почти 2000 колонистов. В этом число не превышает 400 человек. Цифры говорят сами за себя. Павел Мишаров не только сознательно идет в армию, он мечтает дослужиться до генерала. Тогда он сможет стать потомственным военным. Дедушка и папа посвятили свою жизнь службе. Молодой человек уходит в армию уже 14 ноября. По распределению попал в президентский полк, в федеральную службу охраны. Признается, это почетно. Службу жду каких-то новых ощущений после кадетского движения и в дальнейшем поступать в военучилище. Мне наоборот этого как-то не хватает, потому что после кадетского корпуса мне нужен какой-то такой толчок подальше, чтобы идти вперед. А каких-то опасений такого нет. После армии Павел планирует продолжить службу и стать кремлевским курсантом. Для этого будет поступать в Московское высшее общекомандное училище. Выборы Павла одобряют не только родители, но и любимая девушка Диана. Она с пониманием отнеслась к выбору и, конечно, обещала ждать. Сам Павел для себя другого пути никогда и не видел. Он был участником пяти парадов. Первым поучаствовал в 14 лет. Первый парад – это когда Крым присоединился к России. Это первый парад мой в Севастополе. И остальные все четыре были в Рязани. Один из них был награжден медалью «Семидесятилетие победы в Великой Честь на войне». Все призывники осенней и зимней кампании должны отправиться в свои части до 31 декабря. Через год кто-то придет обратно домой и поступит учиться в ВУЗ. Кто-то пойдет в военное училище. В общем, есть и такие, кто выберет службу по контракту. Какой бы путь не выбрали ребята, армия – это настоящая школа жизни, которая делает из мальчиков мужчин. Мария Руда, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Рязанцы вошли в топ-10 программы «Ученическое самоуправление». За звание лучших боролись 250 человек из 25 регионов России. Рязань представляли ученики школы номер 3. Какой уникальный опыт они накопили, узнала наша съемочная группа. Посвящают первоклассники и открывают чудеса науки. В школе номер 3 прошла игра по станциям для учеников первого класса. Они посетили кабинет директора, уроки биологии, физики, химии. Занятия провели активисты. Арина Храпова – доброволец со стажем. Помогает школе уже более четырех лет. В прошлом году ее выбрали президентом Федерации молодежи. Работа в ученическом самоуправлении дает невероятный опыт взаимодействия с людьми, развития своего творческого потенциала. И поэтому я считаю, что ученическое самоуправление – это старт почувствовать себя полноценным гражданином не только школьного государства, но и Российской Федерации. На днях Арина вместе с инициативной группой вернулась с Российского форума ученическое самоуправление. В конкурсе лидеров заняли четвертое место, командное – седьмое. Обошли более 200 соперников из 25 регионов России. Члены жюри отметили сплоченность команды, ее имидж и четкую структуру. Это большой опыт для нашей школы. Это во-первых. Во-вторых, мы приобрели огромное количество новых знакомых. Там и с Москвы, и с Ленинграда, и даже с Камчатки, что тоже не может нас не радовать. Ну и мы, наверное, узнали много новой информации, которая в ближайшее время осемь корректировки в нашу систему, в нашу модель школы. Структуру повторяет три ветви власти страны. Судебная занимается решением спорных вопросов. Активисты выясняют, почему ученики ходят без сменки, следят за успеваемостью и проводят разъяснительные беседы по поводу опозданий. Эффективную работу удалось наладить и с Рязанским отделением движения школьников, спортивными и культурными секциями, клубом выпускников школы. Теперь все коллективные дела, которые организуются в школе, они организуются общими усилиями, но всегда образные правления, они принадлежат представителям ученического самоправления, президенту ученического самоправления, представителям Совета старшеклассников, молодежной думе. 1 ноября ребята вновь будут защищать честь родной школы. Модель ученического самоправления они представят в Москве на федеральном форуме «Мы вместе». Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». От новостей пятницы к итогам недели. В Рязанской спортшколе умер 15-летний подросток. Несчастный случай произошел прямо во время тренировки. Прибывшим на место медикам спасти его не удалось. Подробности в нашем сюжете. Почувствовал себя плохо и потерял сознание. В спортивной школе «Юность» во время тренировки скончался 15-летний подросток. Трагедия произошла 24 октября. Молодой человек был на вечерней пробежке вместе с другими воспитанниками школы и тренером. Первую медицинскую помощь ему оказал дежурный врач. Скорую вызвали сразу. Однако спасти юношу не удалось. По факту гибели подростка проводится доследственная проверка. Следователи уже провели осмотр места происшествия. И сейчас, в настоящее время, осуществляется комплекс мероприятий, необходимых для установления всех обстоятельств произошедшего. В том числе, следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти несовершеннолетнего. Опрашиваются очевидцы. Изъята необходимая медицинская документация. Утром тренеры, заместитель директора, побывали у родителей мальчика. Об этом сообщили сотрудники спортшколы. Позже в социальной сети ВКонтакте появился пост с соболезнованиями в связи с безвременной смертью молодого человека. Отмечается, что он жил частичкой спорта, умел бороться и побеждать. Общаться на камеру сотрудники спортшколы отказались. Если случилось, комментариев мы не даем. Идут следственные действия. После трагедии прокуратура Рязанской области объявила о готовящихся проверках. Сотрудники проверят спортивные школы региона. Для выяснения всех обстоятельств происшедшего прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. А также исполнение требований федерального закона об образовании. Проверка будет проведена во всех образовательных организациях области, осуществляющих спортивную подготовку детей. В ходе проверки специалисты дадут оценку соблюдения требований при проведении медицинских осмотров несовершеннолетних. В случае нарушения будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура поставила на контроль результаты доследственной проверки. Обстоятельств гибели молодого спортсмена. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». История со взяткой директору муниципального предприятия «Детское питание» получила продолжение. В отношении Александра Дворецкого возбуждено еще одно уголовное дело. По данным следствия, 17 августа мужчина получил взятку в своем авто. Часть денег взял себе, остальные передал советнику на общественных началах, главы администрации города Рязани Александру Зайкину. Тему продолжит Дина Исляева. История с директором муниципального предприятия «Детское питание» претендует на звание самого крупного коррупционного скандала. Александр Дворецкий, по версии следствия, получил 1 миллион 100 тысяч рублей от представителя одной из организаций за заключение договора подставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последними организациями. На этой неделе суд выбрал для него меру пресечения. Его арестовали в зале суда. По страже он пробудет до 19 декабря. Не помогли ни характеристики бывших сослуживцев, ни обращение подчиненных, почему, выяснилось через день после ареста. В отношении Александра Дворецкого возбудили еще одно уголовное дело. По данным следствия, 17 августа этого года директор муниципального предприятия в своем автомобиле в Рязани получил взятку в сумме 420 тысяч рублей от представителя организации за заключение с ним договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении, а также за возможность заключения в последующем таких договорах. Часть взятки в сумме 70 тысяч рублей Дворецкий оставил себе. Остальные же денежные средства он передал Зайкину. Дворецкий подозревается в получении взятки в крупном размере. Зайкин в организации получения взятки в крупном размере. Как отметили в региональном следственном комитете, советник главы администрации города Рязани Александр Зайкин задержан в отношении него в ближайшее время. Также будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Не лечили, начитавшись статей в интернете. Дело родителей двухмесячного ребенка, который погиб из-за неоказанной медицинской помощи, направлено в суд. Им грозит уголовная ответственность. Врачи отмечают, современные родители все чаще не выполняют их рекомендации, занимаются самолечением и отказываются от прививок. В вопросе разбиралась Мария Рудая. Эта трагическая история произошла почти год назад. Ребенок родился у супружеской пары в ноябре 2017 года. Вскоре выяснилось, что у малыша серьезное генетическое заболевание. При этом врачи объяснили родителям, что всю жизнь ребенку необходимо будет принимать гормональные лекарственные препараты. В январе этого года родители, изучив сети интернет, медицинские публикации о клинике, имевшемся у их ребенка заболевания, по собственной инициативе отказались от продолжения выполнения медицинских назначений. Утром 29 января ребенок, не получая необходимого лечения, скончался. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд, где и будет рассматриваться по существу. По словам ополномоченного по правам детей в регионе Екатерины Мухиной, такие случаи не единичны. По закону, для того, чтобы провести любую манипуляцию с ребенком, необходимо получить разрешение его законных представителей – мамы, папы или опекунов. Если жизни ребенка угрожает опасность, а родители отказываются от лечения, медики обращаются в аппарат по защите прав детей, а те, в свою очередь, обращаются в суд. В таких случаях суд реагирует моментально. Как правило, постановление выдается в течение суток, ведь на кону жизнь ребенка. Екатерина Мухина признается, случаев отказа от лечения немало. Ей запомнились родители, которые отказывались от переливания крови. Все уговоры, что ребенок может погибнуть, совершенно никак не влияло. И тогда медики обратились к нам, и вот у меня юрист буквально целую ночь просидела с мамой около ребенка и говорила о том, что ее ждет в случае, если ребенок, не дай бог, погибнет. Но где-то часов в 6 утра мама уже дала согласие, потому что поняла, что будет не только слезы будут, но будет уголовная ответственность. Часто некоторые родители, не доверяя врачам, начинают заниматься самолечением или обманывают медиков, говоря, что дают детям лекарства, а сами даже не покупают таблетки. Кого-то пугает прием сразу нескольких видов лекарственных препаратов. Считают, что это повредит здоровью больше. Другие просто считают, само пройдет. Назначенные врачом лекарственные препараты, они назначаются именно определенным образом. И только сочетание этих препаратов может достигнуть эффект. Когда родители самостоятельно из перечни препаратов, которые даются врачом, выбирают что-то одно, они не предполагают, что конкретно они отменили человеку или, как мы сейчас говорим, ребенку. Значим ли бы этот препарат для лечения данного заболевания или нет. Взрослые, начитавшись интернета, чувствуют себя чуть ли не врачами. А ведь для того, чтобы стать медработником, учатся не один год и проходят ординатуру. А вот доверяя всемирной паутине больше, чем участковому педиатру, мамы и папы отказываются от вакцинации своих детей. В случае заболевания вакцины, управляемыми инфекциями, единичные. Корь, краснуха, эпидпаратит фактически не регистрируются в Рязанской области. Дифтерия, то есть те прививки, которые классические мы делаем детям, то буквально еще 10-15 лет назад были вспышки этих заболеваний. Такой подход уже принес свои негативные плоды в Европе, где все чаще происходят вспышки кори, которая была вакцина, управляемая болезнью. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Крышу дома на улице Грибоедова до сих пор не отремонтировали. Напомним, что пожар случился 22 июня. Второй удар стихии четырехэтажка перенесла, когда начались дожди. Спустя четыре месяца ремонта итог неутешительный. Рабочих нет, материалы разбросаны. На месте побывала Дина Исляева. Вот все это делаем. Вот, пожалуйста, что сможем. Смотрите, нам надо все это. Сейчас подсохло, можно уже ложить шею, шпатель и все это делать. Если соседи ремонт уже хотя бы начали, то Анатолий Буйнов до сих пор готовится. Его квартира на самом верхнем четвертом этаже. Она пережила и пожар, и летние дожди. Двери рассохлись, то рассохлось. Вот сейчас только можно начинать ремонт, там уже все начинают более-менее прогреваться. А так они были все холодные, влажные, не закрывались, везде все сыпется. И как делать ремонт? Если там люди ходят, кидают кувалды, кидают инструмент, кидают трубы, все падает, сыпает. Был бы я на третьем этаже, у меня вообще бы было по фигу. А это же четвертый этаж-то. На чердак подняться может кто угодно. Люки во всех подъездах не закрыты. О том, что здесь были гости, говорит бытовой мусор, бутылки и окорки. Еще удивительно, что снова не произошел пожар. Крышу все же покрыли, но на чердаке масса недоделок. Уже конец октября, а слуховые окна на чердаке до сих пор не закрыты. Люди боятся, что если пойдет снег или дождь в их квартирах, где идет ремонт, появится еще и сырость. По словам Нины Михайловны, у дома чуть ли не до прошлой недели были проблемы со связью, не могли починить телефон. У пожилой женщины есть и другие замечания. Видите эти стояки, трубы-то, идет чернота. Не заменили. Мы не говорим на лестнице клетки, не поймите, что с проводами-то. Это ладно. А этот дом вроде повеселел, крыш новый. В последний раз рабочих на чердаке видели две недели назад. У жителей надежды, что эту зиму они переживут благополучно, практически не осталось. Все это на плечах самих утопающих. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Деревянная Рязань исчезает. Стало известно, что под снос пойдут еще два здания, построенные в конце 19-го, начале 20-го века. В список аварийных попали дома номер 33 на улице Пожалостина и номер 46-7 на Уманосово. Как спасти деревянное зодчество, узнала наша съемочная группа. На наличниках накладные солнца, на карнизе резные кронштейны. Дом номер 33 на улице Пожалостина был построен в конце 19-го века. Он выполнен в эклектичном стиле, с элементами русского. В его архитектуре идет отсылка к древнерусскому деревянному зодчеству. По архивным данным, в частности по спискам дома владельцев и при анализе карты 1909 года, с большей долей вероятности можно говорить, что этот дом принадлежал дворянину, надворному советнику Постникову Владимиру Васильевичу. Интересный образец своего времени, он до сих пор является жилым, однако в доме нет современных коммуникаций. По словам жителей, буквально через полгода дом снесут. Стало известно, что его расселением заинтересовался один из рязанских застройщиков. Большая часть зданий являются объектами культурного наследия, памятниками архитектуры. Какие уже там несколько десятилетий, какие были поставлены на охрану буквально в прошлом году, но они сохраняются, поэтому я думаю, стоит и по этому зданию также написать заявку на внесение его в реестр памятников. Ежегодно город теряет сразу несколько уникальных деревянных зданий, другие медленно разрушаются. А ведь именно ради деревянного зодчества в Рязань приезжают группы туристов. Это один из самых популярных маршрутов. Я думаю, что их нужно сохранить, потому что это история Рязани, и они несут в себе какую-то там таинственность, загадку, может быть. Может быть, это какое-то ценное здание, и его не надо сносить. Какие-то надо реставрировать, а какие нужно сносить. Ну, совсем дряхлые, где людям невозможно жить. Их осталось очень мало, их нужно беречь и сохранять то, что как бы есть. Такого уже дальше не будет. Сейчас новые дома, новые конструкции, как бы это очень ценно, я считаю. Опыт сохранения старых зданий уже есть в других регионах России. Так, в Вологде из деревянной архитектуры сделали бренд города, посмотреть на который приезжают иностранцы. В Томске же программу профинансировал фонд капитального строительства. Отобрали старые жилые дома, не являющиеся объектами культурного наследия. Деньги, предназначенные для сноса зданий, вложили в их реконструкцию. С привлечением специалистов из Германии, которые по своим оценкам считают, что деревянные здания могут стоять порядка 300 лет при должном за ними уходе. Соответственно, все эти здания, которые, допустим, не имели канализации и других благ 21 века, были полностью перестроены внутри, получили современную всю начинку коммуникаций. При этом здания сохранили свой фасад. После реконструкции в них разместили музейные экспозиции или общественные учреждения. Рязанские дома отличаются богатым резным убранством, декором. Они связаны с различными историческими личностями и событиями. И достойны стать украшением Рязани, а не ее болью. Ведь в городе с почти тысячелетней историей не могут быть только современные здания. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Медицинскому центру Гиппократ исполнилось два года. За это время он успел завоевать доверие пациентов. Прием здесь ведут практикующие врачи. Искать медикаменты нет необходимости. Гиппократ представляет пациентам полный спектр услуг. От лекарств до подбора ортопедических товаров и консультации со специалистом. Не больно даже ребенку. В медицинском центре Гиппократ открылась медицинская лаборатория «Гемотест». Пациентам предоставляется полный спектр лабораторных услуг. Более двух с половиной тысяч анализов. «Гемотест» – современный высокотехнологичный лабораторный комплекс, завоевавший доверие жителей всей страны. Для пациентов моложе 7 лет мы можем взять кровь из пальца не только на общий анализ, но и на основные биохимические показатели. Также у нас существуют возрастные скидки. Для пациентов моложе 25 лет и старше 55 лет – 5% ежедневно. Для остальных граждан в понедельник 5% предоставляется скидка. Сейчас действует акция – сделать биохимический анализ крови в лаборатории «Гемотест» можно всего за 330 рублей. Кроме того, в центре ведут прием врачи, начиная от терапевта и заканчивая психологом. Есть массаж китайской медицины и иглорефлексотерапии. Многим пациентам она буквально помогает встать на ноги. Я очень доволен лечением. Мне все очень понравилось. Процедуры были абсолютно безболезненные, эффективные. Я очень доволен. Медицинский центр «Гиппократ» находится по адресу Первомайский проспект, 37. Аптека работает круглосуточно. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани завершился чемпионат России по самбо. В Суват, как название чемпиона, участвовали более 300 спортсменов из 8 федеральных округов. С поля битвы репортаж Валерия Седова. Они тренируются днями и ночами ради мига славы, чтобы выйти на маты и показать, из чего ты сделан. И самое главное, что ты достоин титула чемпиона России по самбо. В течение трехдневных соревнований по этому виду борьбы в схватках сошлись лучше из лучших. Разница в весовых категориях у спортсменов минимум 40 килограммов, а в возрасте и того больше. Но на матах этих цифр нет. Там они друг для друга просто соперники. Перед каждым боем спортсмены пожимают руки и звучит свисток судьи. Начинается схватка. Спортсмены рассказали, что вне матов они хорошо общаются и делятся советами. А вот на поле начинается другая жизнь. И так на каждом соревновании. Еще нужны любые соревнования. Это столкновение техники, столкновение силы, столкновение умений, столкновение психологии в конце концов. Люди к этому готовятся. Для них это единственный стат в течение года. Это знаковое событие в их жизни. Проверить себя. Это часть жизни, скажем так, не больше и не меньше. Каждая схватка длится 5 минут. Поединок может закончиться и раньше, если один из бойцов проведет болевой прием или сделает чистый бросок. В противном случае победитель определяется по баллам. К середине схватки спортсмены уже измотаны. С них градом льется пот, а былой азарт пропадает. Но, по словам организаторов, в этом и есть суть борьбы. Это не только техника, но и философия. Это вид спорта, который вышел из спецслужб. И сейчас настало время говорить в открытую, что действительно это та дисциплина, это тот вид спорта, который непосредственно нам нужен в нашей стране. Философия нашей страны – это философия самбо. Это защитить себя и ближнего не агрессией, не атакой, а умение скрутить так противника, чтобы рядом прохожим было это незаметно. Спортсмены меняются один за другим. Схватка идет за схваткой. Каждый день заканчивается церемонией награждения. Бойцы получают заслуженные медали и дипломы. А потом новый день и новые схватки. Чемпионат России по самбо продлился три дня. И в последние награждали как представителей команд, так и отдельных участников. За лучшую технику, за волю к победе. В руках у бойцов кубки и медали. Вот только на самом деле спортсмены увезут с собой нечто большее, чем это. Валерий Седов, Вячеслав Ролкин. Телекомпания «Город». Скидками в 15 тысяч рублей встречают покупательниц в гипермаркете «Меха и кожа» «Эльмех». Европейская и дальневосточная норка. Песец, лиса, чернобурка, мутон и нутрия. Выбор огромный. Более тысячи изделий и верхней одежды. Выгодная покупка к зиме. Гипермаркет «Кожа и меха» «Эльмех» предлагает жительницам Рязани приобрести шубу со скидками 15 тысяч рублей. Жемчуг, махагон, графит, орех. Выбор цветов огромный. Одна из новинок – шуба из европейской норки, которая за пару минут превращается из короткой в длинную. Это шубка-трансформер, цвет махагон, поперечка. У нее отстегиваются рукава, делаются вот так три четверти. И отстегивается низ. Вот вы купили шубку, и у вас получилось две шубки. И длинная на холодное время года, когда холодная метель, и коротенькая. В гипермаркете «Меха и кожа» «Эльмех» действуют скидки до 70% на шубы из лисы. Новые поступления – верхняя одежда из стриженной нутрии. Шубы необъемные, но очень теплые и практичные. А потому подобрать себе одежду на зиму смогут даже требовательные покупательницы. Модели разной длины и фасона, с капюшонами, накладными карманами. Еще одна новинка – без рукавки. Будете выглядеть очень красиво, модно, стильно, с кармашками, утепленные, горлышко закрыто. Вот такая вот замечательная чернобурочка. Вот такой вот необыкновенный цвет лисы. Любая девчонка оденет, будет выглядеть шикарно и модно. Для погоды, которая стоит сейчас, консультанты гипермаркета «Меха и кожи» «Эльмех» предлагают безрукавки из соболя с капюшонами, короткие и длинные разных цветов. Вариант для автоледи – куртки с натуральным мехом. Сейчас вот очень модно шапки-сумки. Вот сейчас вот на курточках вот так вот выделаны, утепленные внутри джинса. И украшены вот таким вот песцом в цвете соболя. Очень красиво. Они вот в разном цвете. Девчонкам это все очень нравится. Ну, вот сейчас это все очень в тренде. Гипермаркет «Меха и кожи» «Эльмех» располагается по адресу улица Вокзальная, дом 6, второй этаж. Работает ежедневно с 10 до 20 часов. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте – город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего отдыха и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад».